К событиям в Сирии. Правительственные войска, пользуясь поддержкой российской авиации, развивают наступление на позиции террористов. Им удалось взять под контроль еще несколько господствующих высот и выбить боевиков из нескольких кварталов в пригородах Дамаска. На линии огня продолжает работу съемочная группа Первого канала. Наш корреспондент Сергей Денин о том, что сейчас происходит в окрестностях сирийской столицы. Эта высотка стоит на окраине Дамаска, на въезде в город Джобар, в километре от зоны боевых действий. До войны офисное здание, теперь на месте зеркальных окон зияющие дыры, а вместо бизнесмена в строгих костюмах на всех этажах люди в камуфляже и с автоматами. И только один механизм уцелел и надежно работает, остался от прошлых арендаторов. Честно говоря, не припомню, что были такие уникальные условия на войне. Мы сейчас поднимемся с вами на позиции, воспользовавшись лифтом. Кабина доставляет на последний этаж. Подняться сюда еще несколько лет назад было заветной мечтой для многих жителей Дамаска. До войны здесь был шикарный ресторан. Вот даже колонны отделаны бронзовыми зеркалами. Люди приходили сюда целыми семьями. Бабушки, дедушки, родители, дети, вплоть до самых маленьких. Сумар Абдула – офицер республиканской гвардии. За день до войны Самар ужинал здесь со своей женой. Дамаск был прекрасен, весь в огнях, с яркими пятнами освещенных фонтанов. Можно было смотреть на город часами. Ресторан был, как всегда, полон. И никто из людей не думал о войне. А теперь на улицах поселился страх. В любой момент может произойти что угодно. Что угодно – это, к примеру, 120-мм мина. Террористы часто используют этот боеприпас. Мы услышали звук разрыва, но когда подбежали к окну, удалось увидеть лишь облако дыма. Высотку тоже часто обстреливают. И если с одной стороны можно относительно спокойно наслаждаться панорамой города, то с другой от оконных проемов лучше держаться подальше. Из Джобара может прилететь и снайперская пуля, и даже снаряд. Террористы огрызаются. Обстрелы их позиций не прекращаются ни на час. Только посмотрев в этот мощный бинокль, можно оценить реальный масштаб разрушений в Джобаре. Там практически не осталось ни одного целого дома. Но где-то среди развалин наверняка еще скрываются террористы. На поверхность выходят в основном после полуночи. Их огневые точки известны сирийским военным, и днем по ним работают из высотки, чтобы дезориентировать, предупреждая. Мы знаем, где вас ждать ночью. Техника старая, советская, но проверенная временем. Вот этой пушке как минимум лет 40 участвовало подобное во многих региональных конфликтах. Периодически корректировщики с крыши сообщают координаты террористов. То ли это снайперская позиция, то ли это миномет. Удар наносится очень быстро и очень эффективно. Как думаете, их там много еще осталось? В Джобаре очень много террористов по-прежнему. Нам отсюда их хорошо видно. Может быть, даже лучше иногда, чем тем, кто там на передовой с ними воюет. Снайперы террористов всегда на позициях. Из глубин разрушенных домов они часами высматривают свои жертвы. На этих охотников у сирийской армии тоже есть свои специалисты и очень хорошее оружие. Его настоящее имя не знают даже сослуживцы. Нас же просил не показывать его лицо. Для террористов он личный враг. На его счету их уже за сотню. Цель была неподвижная. Точка в окне, в глубине комнаты. Примерно километра отсюда, может быть, побольше. Думаю, что я не промахнулся. Они всегда отвечают, если по ним не попадут. Мне не отвечали никогда. Только что на одного бандита стало меньше. Результатом я доволен. Они планомерно, по-восточному не спеша, избегая потерь, продолжают уничтожать врага. Чтобы когда-нибудь прийти на этот этаж со своими семьями, заказать крепкий кофе и долго смотреть на мирный, красивый город. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия. Дамаск. Сирия. Дамаск.